Добрый вечер, в эфире Вести Магнитогорск, в студии Ольга Беличенко. Сегодня в выпуске. Кто будет платить за потери от утечек воды и газа и какое будущее у полиции? Сегодня планами законотворцев поделился Павел Крашенюников. 500 человек в день вирусной инфекции косят магнитогорские ряды. В городе стартовала прививочная кампания. Лучшему мужчине и морские глубины по плечу. Дайвинг сегодня осваивали претенденты на звание мистер Магнитогорск. Явка 55%. Такова официальная статистика прошедших выборов в Магнитогорске. Напомню, в минувший выходной горожане выбирали депутатов в законодательное собрание области. Благодаря активности магнитогорцев город Металургов в областном парламенте будут представлять не 8, а 9 депутатов. Спасибо за то, что благодаря вашей активности мы усилили свое влияние в региональном парламенте и соответственно усилили влияние в решении многих вопросов, касаемых деятельностей и муниципалитетов, как города Магнитогорска, так и близлежащих районов. Теперь очередь за нашими представителями в законодательном собрании Челябинской области, от их работы, от их активности, от их эрудиции. Горожане сделали свой выбор и сделали его осознанно, за что большое спасибо. Несмотря на то, что результаты пока являются предварительными, специалисты говорят, что явку на выборах в законодательное собрание уже можно считать рекордной. Следственных комитетов. Павел Крышенинников сегодня рассказал журналистам о самых важных законопроектах Государственной Думы. Подробности у Виталия Березина. Приборы учета газа и воды должны появиться не только в каждой квартире, но и в каждом доме. Один общий. Таким образом, между жильцами будут распределять потери от утечек. Иначе придется увеличивать тарифы. Комитет по законодательству, который возглавляет Павел Крышенинников, добивается того, чтобы общий счетчик стоял прямо у стен дома, а не на ответвлении коммунальных сетей. Мы предлагаем все это отодвинуть до июня 2012 года. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы, во-первых, граждане смогли приготовиться. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что Минрегион одумается. И по тем домам, где это невозможно, такое выставление, чтобы он все-таки этого не делал. Передвинули и рассмотрение другого резонансного проекта о полиции. Если за него проголосуют депутаты и подпишет президент, закон вступит в силу в июне следующего года. Павел Крышенинников считает, что еще многое нужно взвесить и учесть, в том числе социальную защищенность самих полицейских. Мы предложили, чтобы все-таки человек, который поступал в органы полиции, он сдавал квалификационный экзамен. А также мы предлагаем, чтобы брали не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года. Чтобы все-таки, так сказать, граждане уже немножко, так сказать, понимали, что такое жизнь. А вот объединение всех следственных комитетов в один, по мнению Крышенинникова, должно произойти как минимум через 5 лет, хотя мера эта необходимая. Впрочем, и срочной работы у председателя комитета по законодательству хватает. Сегодня на экспертизе у него лежит около 250 законопроектов. Виталий Березин, Алексей Гондаренко, Вести Магнитогорск. Быть или не быть объединению следственных комитетов, вопрос пока открытый. А тем временем магнитогорские сыщики ставят точку в очередном непростом деле. В течение трех лет подозреваемый в убийстве скрывался от правосудия. Сначала в Карталах, затем в Челябинске и в Нижнем Тагиле. Но следователи все-таки нашли беглеца и посадили на скамью подсудимых. В Рженкидзовском районном суде вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Из зала суда Гульнар Зиганшина. Следователи не скрывают радости, шутка ли удалось закрыть еще один так называемый висяк. Казалось бы, обычное бытовое убийство, совершенное в пьяном угаре. Но уголовное дело то открывали, то закрывали. Почти три года оперативники не могли поймать главного подозреваемого, жителя Агаповского района. И только в июне этого года обвиняемого удалось задержать. Мужчина все это время жил и работал в Нижнем Тагиле. Это преступление, как часто бывает, произошло из-за женщины. Подсудимый решил заступиться за свою крестницу. Она жаловалась, что сожитель постоянно ее избивает. По словам обвиняемого, он решил поставить мужчину на место. В результате жестокое убийство с 11 ножевыми ранениями. Наносил удары ножом Синякину до тех пор, пока тот не упал. Удар наносил не церест. Поскольку он был в бешенстве, то нанося удары ножом Синякину, вымещал таким образом свою злость. Также хотел остановить Синякину, чтобы тот прекратил наносить удар ему, чтобы никогда больше не приставал к Личко и не сбивал ее. После жестокого преступления обвиняемый спокойно продолжил вечеринку с друзьями. Свою вину подсудимый признал, но утверждает, что убил неумышленно. После совершения преступления я в сяточке пытался с помощью скорой помощи оказать помощь. Если бы у меня был умысл убивать, я бы не вызывал скорую помощь. Можно один раз ударить, два раза ударить, но не 11. Больше слов нет. В результате суд назначил наказание подсудимому в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Гульнара Зиганшина, Алексей Гондаренко, 200, Магнитогорск. Вы смотрите главные события дня. Продолжаем выпуск. Прививочная кампания стартовала в Магнитогорске. Первые вакцины от гриппа уже получили школьники и горожане, которые входят в так называемую группу риска. Это медики, педагоги и пенсионеры. По прогнозам специалистов, заболеваемость будет на уровне прошлого года. В продолжении темы Елена Астанина. Прививочная кампания началась в Магнитке в срок, но вирусная инфекция в этом году оказалась проворнее. Пока горожане раздумывают о необходимости получения вакцины, больницы переполнены пациентами. Случаев гриппа нет, а вот с вирусными инфекциями обращаются более 500 человек в день. На аномально жаркое лето это истощение организма, это естественно. Иммунитет у населения осла, особенно у детей. Районные поликлиники, желающие привиться от гриппа, пока не штурмуют. Массовая вакцинация началась только среди учащихся учебных заведений. У них всегда самый большой процент заболеваемости. Процесс тормозится недостатком медработников в школах. Неделю после прививки у человека вырабатывается иммунитет гриппа, хватает которого на год. Делаю каждый год, мне все хорошо. Этот год еще только решающий, экзамены должны быть, вот, чтобы не заболеть, делаю опять. 16 тысяч вакцин для школьников и 24 тысячи для работающего населения и пенсионеров. Лекарства хватит на ближайшие полтора месяца, потом в город поступит вторая партия. По статистике от гриппа каждую зиму прививается 130 тысяч магнитогорцев. Если нет никаких этих, ну, от врачей, что можно делать, то делаем, а если нельзя, значит не делаем. Болел, бывало. Ну, в последнее время что-то перестал болеть. Ну, я еще ни разу не делаю, так что не знаю. Ну, я не знаю, я не делаю в последнее время. Раньше делали. Я вроде не болею, так часто, поэтому. Ну, вообще детям делают, конечно, и надо делать. Уровень заболеваемости гриппом, по прогнозам специалистов, составит достойную конкуренцию прошлому году. Напомню, в 2009-м случае вирусных инфекций в пять раз превысили показатели последней пятилетки. От пневмонии ежемесячно умирало по 10-12 человек. Как правило, это результат осложнения гриппа. Елена Астанина, Сагид Бакиров, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Для профилактики осенних хворей все средства хороши, в том числе и закаливание. Особенно, если есть тяга к водным процедурам. Свою порцию иммунитета сегодня получили претенденты на звание лучшего мужчины Магнитогорска. Напомню, в городе продолжается конкурс «Мистер Магнитогорск-2010». Его участники в течение полугода соревнуются в талантах и умениях. 15 молодых людей уже выяснили, кто из них лучший стрелок, скалолаз, футболист и хоккеист. А сегодня участники в первый раз погрузились на дно с аквалангом. Пока только в аквапарке. Если вы любите природу, то за 10 минут пока... До покорения глубин Красного моря этим господам еще далеко. Хотя именно на берега Египта специалисты советуют ехать новичкам. Ласты и акваланг из семи кандидатов на звание «Мистер Магнитогорск» примеряли только двое. Но громкие звания просто так не дают. На то он и мистер, чтобы уметь все или почти все. Ни насколько не сложно. Практически любой может научиться правильно и профессионально плавать с аквалангом. Для этого нужно только прийти и пройти минимальные курсы по подготовке. Чтобы разобраться, что можно делать под водой и чего нельзя. Ласты, маска, акваланг. Вес около 40 килограммов. Красота подводного мира требует жертв. С непривычки даже для сильных плеч магнитогорских мистеров такой багаж ощутим. К погружению готовы. Начали с азов. Что делать, если регулятор, по которому поступает воздух из баллона, в подводных просторах зацепился за коралловый риф и вылетел? Или если под водой необходимо прочистить маску? Владислава Тинебаева, мастера механосборочных работ, на конкурс выдвинул коллектив завода. И ведь не прогадали, молодой человек проявляет способности почти во всех конкурсах. Вот эта масочка, вот в нее дышишь, потом эту масочку убираешь в сторону, выдыхаешь сам. Думаешь, как бы потом ее обратно вставлять и продувать ее, как бы пытаться, и дальше продолжать дышать. Получилось? Ну, с первого раза маленько не получилось. Инструктор показал, выплывая наружу, я тебе объясню. Вот, ну, выплывая наружу, он пояснил, как надо здесь нажимать кнопки. Вроде все получилось, на второй раз нормально. По итогам тренировок инструктор выберет лучшего. А у претендентов впереди шесть состязаний. Мистер Магнитогорск должен уметь все. И чтец, и жнец, и надуде, и грец в одном лице. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести Магнитогорск. В Магнитогорске открылась меховая ярмарка. В ликотлетическом манеже представлены более трех тысяч моделей шуб, меховых жилетов и шапок. И все это в рассрочку без процентов. Меховое золото по доступным ценам. Придирчивых магнитогорских модниц трудно чем-то удивить. Но организаторам ярмарки это удалось. Продавцы мехового счастья из Кирова и Пятигорска наверняка знают, в чем их преимущество. В количестве, в условиях, в условиях расстрочки, в условиях кредита, ну и в норке, например. Цены на норку у нас ниже, я так думаю. И вообще шуба у нас от шести тысяч. Песец, норка и нутрия. Чтобы перемерить все модели, придется потратить не один час. Но представительницам прекрасного пола это только в радость. Причем тут же можно подобрать по заманчивым ценам и головной убор. Объемные шапки и вязаная норка по-прежнему в моде. Нравится, выбор есть. То есть и цены приятно удивляет, честно говорю. По городу дороже. Ставропольские производители давно перешли на импортное сырье. Качество выделки лучше, а соответственно и простор для дизайнерских решений не ограничен. Особой популярностью пользуется так называемый липикет, отделка под рысь. И все это великолепие можно приобрести по беспроцентному кредиту. Условия расстрочки таковы, что при себе нужно иметь два паспорта, то есть покупатель и поручитель должны быть. Оба с паспортами. 10% в первый взнос, минимум 10% в первый взнос. И остальная сумма раскидывается на 10 месяцев. То есть сколько указано на ценнике, столько вы оплатите. Не переплачивайте, нисколько. Причем оформить все документы можно будет, не отходя от кассы. Меховая ярмарка в легкоатлетическом манеже будет работать до 17 октября. Ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Гульнара Зиганшина, Анастасия Ишменева, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. Хоккеист «Стальных лис» Дмитрий Тарасов пропустит 5 матчей. Такое решение принял дисциплинарный комитет лиги. Это наказание стало ответом на драку магнитогорца и ярославца Дмитрия Мальцева во время матча 7 октября. С другими новостями спорта вас познакомит Мария Дронина. Магнитогорские грибцы ловят последние теплые дни осени, как никто другой боятся снега, а тренеры подводят итоги сезона. В этом году он был щедрым для магнитогорцев. Последние медали только вчера из Германии привезла академистка Екатерина Курочкина. Две бронзы с Кубка Балтии. На 2000-х мы вполне могли прийти вторыми, потому что мы очень мало проиграли. А на 500-ке, ну, видимо, мы хороши в основном на длинные дистанции, а не на маленькие. Так получилось, что мы чуть больше проиграли второму месту, чем на 2000-х, нежели на 500-ке. В 16-летней Акате в этом году была второй на первенстве России в Донской регате. В серебряной четверке сидели только магнитогорцы. Выступать на вновь возрождаемых вот этих играх сельских, и наши грибцы там очень удачно все выиграли, что могли, тоже было приятно. Урожайным сезон выдался и для байдарочников. Героем стал Иван Ефимов. Сначала он выиграл золото в двойке четверки на первенстве России, а затем сотворил маленькую сенсацию на Кубке. Очень удачно, скажем так, такого успеха еще в принципе магнитогорской гребли не было. Выступил на Кубке России в городе Краснодаре, где в составе экипажа четверки вместе с челябинцами они выиграли золотую медаль, стали победителями Кубка России. И на дистанции 200-200 метров они были бронзовыми призерами. Сейчас Иван вместе с командой области на сборах, а магнитогорские тренеры вновь ломают голову, как готовят спортсменов к новому сезону. Первые соревнования уже в апреле, а магнитогорцы в это время только приступают к тренировкам на воде. Южный сбор и школе не по карману. Мария Дронина, Алексей Гондаренко, Вести Магнитогорск. Такими были события сегодня. Далее информация о погоде на завтра. Вы смотрели Вести Магнитогорск. Всего хорошего и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok. Субтитры предоставил DimaTorzok. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok